Добрый вечер! Добрый вечер! Будем начинать встречу. Я понимаю, почему люди любят юмор. Несмотря на то, что перекормили зрителей телевизионными, юмористическими передачами, всё равно эти передачи любят смотреть. Даже сегодня рейтинг у юмористических передач выше, чем у тех, которые звёзд попсы показывают, вот я понимаю, в чём дело. Вот издревле наши люди, я бы сказал так, интуитивно чувствуют то, что учёные узнали недавно. Оказывается, и это доказано, юмор продлевает жизнь. Даже не юмор, смех продлевает жизнь. Вот пять минут гомерического хохота прибавляет 15 минут жизни, оказалось. Ну так, в среднем, конечно. А стакан водки, вы знаете, сокращает жизнь на 20 минут, а сигарета на 5 минут сокращает. То есть, вот, выпил стакан водки, похохочи, отхохочи этот стакан, выкурил сигаретку, похихикай. Ну, я... Нет, ну я в хорошем смысле этого, я не в том смысле, что... Ой-ой-ой, в теме народ обозначился. Но вот самое интересное, такой умные какие-то люди, действительно такие, я бы даже сказал, разумные, провели очень интересный эксперимент. А более всего оказалось, знаете, что сокращает жизнь человеку? Наш телеящик. Оказывается, новости. Посмотрел человек, часы жизни вон. Малахова кто смотрит, полтора часа сократил. Посмотрел Собчак, вообще лучше не жить, честно. Получается, что, вот, согласно моему разумению, юмор – это оберег, оберег от стрессов. Я понимаю, почему такое благотворное влияние даже не юмора, смеха. Потому что человек, когда смеется, выдыхает. Что он делает? Ха. Даже смех. Сме... Ха. Аха, у йогов, выдох, равновесие такое наступает. Посмотрел новости? Ха. Выдыхай. А что делать? С утра по новостям. Маньяки, террористы, наводнения, землетрясения. Астероид летит к земле. Сель сползает с луны на землю. Ледник заползает на луну. Новые смертельные микробы открыты. Если уж совсем нечем пугать людей – коллайдер. Нам расскажут про коллайдер. Обязательно найдут чем пугать. Не дай бог про Украину смотреть. Эти уже вообще... Ну, Украина... Я выключаю, когда новости. Знаете, вот есть такая примета народная. Если на Украине снова русский мат-перемат, значит, начались выборы-перевыборы. Вообще, украинская рада распускается чаще, чем каса Тимошенко. Я сам не понял, что я сказал, но... Это пускай Тимошенко разбирается в этом. Ой, а Украина решила помочь Грузии. Я не могу, я ухохатывался. Чтобы сберечь свою жизнь, я хохотать начал. Украина послала на вооружение Грузии поролоновые бронежилеты. Отверки-сердючки. А этот кризис сегодня придумали. Слушайте, ну конкретно стрессует. Причем, знаете, у меня стресс от непонимания. Во-первых, откуда он взялся? Во-вторых, как это может на нас отразиться? Я ничего понять не могу, я не знаю. Другие понимают или нет. Но когда диктор мне с глазами... С глазами ученого, который ловит насекомых, но ему в сачок попался птеродактиль. Такие... Он с этими глазами как будто вот-вот недавно Франкенштейна видел. Он нам с ужасом докладывает. Там, я не знаю, индекс РТС вырос. Я ничего не понимаю. А ШПД упал ниже, чем ВКК. Йок-ЛМН в ЙопРСТ превратился. Я не знаю, кто-нибудь понимает. Ты скажи нормально, нам на кладбище ползти уже или нет? Вы достали в этих новостях со своими голубыми фишками. Какое я отношение имею к голубым? Я вообще... Нет, ну я к фишкам имел в виду, к голубым. Я никакого отношения... Даун Джонс опять упал. Для меня это что Даун Джонс, что Даун Джонс. Для меня это все одно и то же. С этим кризисом действительно простой народ ничего понять не может. Но мальчик пришел к папе и говорит, пап, а на нас отразится кризис? А папа у него вообще учителем работает. Папа говорит, да нет, не волнуйся, сынок. Нам не надо волноваться. Это олигархи пускай волнуются. А на волноваться нет смысла. Нам хана. Вот это... Знаете, это такой западный стиль. Это западная формула запугать человека в жизни, чтобы он перестал свободно мыслить. Потому что в страхе человека можно легко загипнотизировать. Он рабом становится. Поэтому пугать, пугать. Почитайте газеты. Но это невозможное дело. Я выписал статьи, которые я видел в разных газетах. Вот если это все прочитать, ну действительно на кладбище ползи сам уже. Пасхальный заяц загрыз отца семерых детей. Как журналистам на ум приходят такие названия. Еще хуже. Вот казалось бы, уже хуже быть не может, кстати. Может. Иркутский мизантроп насиловал муравейники. Не дай бог на ночь эту картинку представить. Причем даже как-то жалко мизантропа установиться. Что-то как-то он не в кайф. Ему пошло это дело, по-моему. Девочку разорвало на экзамене резинка от стрингов. Я... У меня не хватает воображения этого всего. Но читать это я боюсь. Школьник разбил себе голову, поскользнувшись на станках убитого ему учителя. Неужели есть люди... А ведь люди это читают, телевизор смотрят, бедолаги. Их же жалко. Гениальная статья. В одной из питерских газет. Собака... Прочувствуйте каждое слово. Для кайфа. Собака съела телефон путаны. И всю ночь потом не могла заснуть. Ну и я еще раз предупреждаю. Не вздумайте вспомнить название этой статьи на ночь. Спать не будете ни одну ночь, а несколько. Причиной ДТП, боюсь дальше говорить, стал бобер гей. Я прочитал статью, честно. Потому что мне интересно, как это могло случиться. Как он мог стать причиной? Да, это западные технологии. Пиар страха для обывателя. Держать человека в страхе, чтобы управлять им. Превратить в такую, в бесконечно малую человека единицу. Пугать, пугать, еще раз пугать. СССР, Россия, Бен Ладен, астероид, микроб, кризис, холодная война. Кто бы мог подумать, что причиной холодной войны станет солнечная Грузия. Знаете, кстати, как называется грузинская военщина? Грузинщина. Сейчас в Европе, кстати, снимается фильм о роли Евросоюза в грузино-российском конфликте. Будет называться «Молчание ягнят». Сложная шутка, да. А знаете, как называется главное военное звание в Грузии? Верховный Тамада. Можно Верховный Тастующий. Кстати, Россия придумала, как отомстить Грузии. И вот вы никому не говорите, Россия вышлет в Грузию все памятники Церетели. Тогда там действительно земли не хватит. Но скажу сейчас кощунственные слова, но очень искренние. Нет худа без добра. Правильная пословица российская благодаря Грузии. Хоть в России наконец поняли, что нам с Западом не по пути. Я не говорю, что у Запада нечем учиться. Конечно, есть. На Западе, например, нет таких дорог, на которых трясет, как на перфораторе. Там нет гостиниц, в которых выключатели в шкафу, а чтобы включить лампу у кровати, надо вообще на балкон выйти. Нет вот этой водопроводов, нет, как у нас, из которых течет вода, от которой ржавеют и зубы, и суставы. Нет этих придорожных туалетов с вырезанными сердечками вместо унитаза. Прямо в природе вырезаны эти зелье. Нет этих лифтов, которые не трогаются с места, пока все пассажиры в одном углу не прижмутся друг к другу. Это же гениальная надпись в лифте, это же только у нас возможно, на Западе это невозможно. Есть в случае остановки лифта, обращаться в лифтерную по адресу. Почему мы этому не учимся у Запада? Потому что он умеет делать лучше, чем мы. А вообще, если бы меня сегодня спросили, что Запад умеет делать лучше всего, я бы ответил, заниматься пиаром. Вот они достигли совершенства. Я понимаю, они любую дрянь могут пропиарить так, что вы обязательно купите, иначе дальше жизнь останавливается. Они обязательно внушат вам, что вот без этой машинки для выбривания волос из ушей у вас наружится обмен веществ. У вас откажет почка, вам надо будет искусственную почку обязательно ставить, и карьерный рост ваш сократится. Я понимаю, без рекламы западный человек уже не знает, чем дышать, зачем жить, каким спортом заниматься, сколько раз целовать жену на ночь или с утра, сколько минут чистить зубы, 2 или 48. Они пропиарили, они чистят зубы утром по полтора часа. Вот нет, чтобы нам получиться этому. Нет, я понимаю, пиар и у нас, как на Западе теперь, уверенно шагает по стране. Я понимаю, меня многие сейчас будут критиковать, мол, борются за чистоту русской речи, а сам употребляют иностранный термин. Пиар. Пиар действительно произошло от английского слова, от двух английских слов. Это аббревиатура, public relation. И было слово иностранное, а сейчас это русское слово, потому что от него образованы такие слова, которые непереводимы ни на один язык мира. Например, можно пропиарить, а можно отпиарить. У меня порой ощущение, что нас отпиарили по полной программе. Вот скажите, какими надо быть искусными мастерами пиара, чтобы в славянских странах, у нас, где прямо на земле, на полях растет натуральная еда, приучить население к попкорну, к фанте. Я умышленно не говорю народ, говорю население, потому что те, кто едят попкорн, запивая его фанты, это не народ. Вот это население. По всем кинотеатрам сидит молодежь с ведрами попкорна, запивают фанты, ощущение, что ты не в кино, ты в чавкалке находишься. На следующий день половина из тех, кто все это ел, удивляются. Откуда у меня насморк? Кто у меня заразил? Тебя никто не заразил. От фанты с попкорном в организме образуется клей. Понимаешь? Ему надо вытечь. Но с кратчайший путь для этого. Там снизу дольше получается. По всем нашим полям, лесам, весям, по всем нашим дорогам стоят вот эти, похожие на собачьи будки, ларьки с чипсами, пепси, ошметками картошка, обрезками мяса, кальмарами, которые умерли собственной смертью на Санцепёке. Вообще у меня ощущение, что нашу державу развалили специально, что нам с запада, чтобы нам с запада слить всё недоеденное и недочавканное. И мы, как истинные рабы западного теперь пиара, даже не задумываемся, что еду на западе готовить не для людей, для прибыли. Как можно взять в рот то, что называется хот-дог? О, знают английский, перевели. Это горячая собака в переводе. Вы что, корейцы? А ещё есть теперь стардог. Это старая собака, правильно вы подсказываете? Я понимаю, многие красиво звучат у них блюда. Круассан, булочка французская, вот такая мягенькая, красивая, круассан. Я сжал в руке, разжал, как поролон, разошлась в обратную сторону. Поджелудочная железа у всех теперь с детства работает на пятой скорости. Из-за Макдональдса детишки в наших городах стали похожи на американских, на маленькие клизмочки. И всё равно Макдональдс везде. В Мордовии открылся Макдональдс. Знаете, как это называется? Мордональдс. В одном из наших киосков прочитал, кто купит у нас три стардога по цене четырёх, один стардог в подарок. И ведь народ-то попадается, ведь лохов-то много. Ещё один яркий пример, я бы даже сказал, ярчайший пример пиара. Скажите, как по-вашему, что объединяет политиков, бизнесменов, артистов, писателей, бандитов и чиновников? Японская еда. Везде. По всей России теперь японские рестораны. Какая-то деревня, перед Рыгайловка. Даже там суши-бар. Называется «Часть суши». Ну, видимо, не всю сушу подают, часть только. Какие названия этих ресторанов? Берут японские слова, не понимая их смысла. Есть ресторан «Японский цунами». Есть «Камикадзе». Ужас. А есть японский ресторан, знаете, как называется? «Хиросима». Не дай бог там отобедать в Хиросиме. Появились японские рюмошные в России. Японские забегаловки. В Средней Азии японская чебуречная. Боже мой. Вот, вот это, вот там пиар работает. Пропиарили японскую еду, как здоровую пищу. И поверили, подсаживаются. А потом даже пацаны-качки, и те удивляются. С утра до вечера едим суши с мисосупом. А раздуваемся, как дирижабли. Да потому что все эти соусы японские, которые в России есть, они с концентратов с солью. Соль впитывает воду. Съела крутая бизнесвуменша сушку. Запила водой. И раздулась, как передутая резиновая баба. Вы попробуйте японский мисосуп, который у нас в России делают, из концентратов выпить на ночь, а к утру к зеркалу. Попробуйте. Глаза, как у японцев. Даже не щелки, трещинки. И щеки, как две коленки целлюлитной торговки одесситки. И во рту суши. Правильно кто-то назвал в какой-то очередной деревне суши-бар. Сушняк. Конечно, мне возражают, мол, японцы тогда почему худые, мы полные? Да потому что японцы едят японскую еду, которая сделана в Японии. А мы японскую еду, которая у нас в России. Это разница, да. Японцы вообще, когда приезжают к нам, они говорят, мы даже не знали, что у нас такая еда есть японская. Они же понятия не имеют, что в их японской кухне делают пельмени с креветками. Или чебуреки с устрицами. А блины, как было написано в одной такой забегаловке японской, есть у японцев такая рыба, называется лакедра. У нас написали блины с лохудрой. Ну, к пацанам ближе это слово, чем лакедра. Поразительно, что с едой в России происходит. Ведь хорошая еда, настоящая, повторяю, натуральная. Слава богу, крестьянство бедное, у них нет денег на эти добавки искусные. Почему мы стесняемся отечественных блюд? Теперь главное, чтобы во всех меню больше иностранных слов, таких непоняток. Такие, непонятка значит замануха. Причем, чтобы эти непонятки состояли из красивых слов, таких слов брендов. Приехал я. Такое, по-моему, это что-то типа деревни, такой поселок Нижняя Мочилова. Такое. Там и кафе Нижняя Мочилова. Значит, в меню читаю. Шмельмопсы в бордюре. Я думаю, это интересно. Выучил слово. Мне же заказывать. Я несколько раз скороговорил, шмельмопсы, шмельмопсы, шмельмопсы. Пришла официантка, я говорю, шмельмопсы? Она говорит, в бордюре? Я говорю, конечно. А как же еще? Я знатока такого из себя. Конечно, в бордюре. По всем теперь российским загогулиным, по всем харчевним рюмошным, ни гилька, анчолсы, ни запеканка, лазанья, подайте мне, пожалуйста, кофе Американо. Американо это кастрюльный российский кофе. Так и говори. Нет, Американо. Красиво, понимаю. Багет чесночный, рататуй, карпаччо, капреза, равиоли, тарталетки-кундюбки с буденгами. Она принесла мне шмельмопсы. Знаете, я смотрю, я не верю, что она сказала. Клёцки. Я говорю, это клёцки. Она говорит, да вы что, это шмельмопсы? На меня смотрит, как на полный отстой, который не разбирается в шмельмопсах. Спрашиваю официантки ещё в одном кафе, тоже такое, такое где-то на окраине, Подмосковье на окраине. Спрашиваю, что у вас есть из нашего, такого вегетарианского, что у вас есть из вегетарианских блюд? Она мне говорит, из вегетарианских сатэ. Я говорю, чё-чё? Сатэ. Я говорю, а чё это такое? Она говорит, сатэ это фьюжн из вегетейблов. Я говорю, а по-русски как? Она говорит, по-русски это микс. Я говорю, то есть это микс фьюжн из вегетейблов. Так бы сразу и сказала. Сразу понятно. Собирали то, что вчера не доели со столов. По-русски солянка. Между двумя деревнями в далёком Забайкалье. Между двумя такими деревнями, ну типа между Верхневлепалово и Нижнекидалово. Стоит кафе. Называется «Кафешка ДТПшка». Архитектура близкая к сарайной. Захожу, весь набор. Сникерсы, тампексы, чипсы, всё. Официантка типичная серебряная зубая российская тётка. Спрашиваю, что из натуральной местной еды? Она говорит, из местного только суши. Калифорния Роллс будете? Это мне надо было во Влепалово приехать, чтобы попробовать Калифорния Роллс. Я говорю, а кто делает суши у вас, что японский повар? Зря я задал этот вопрос. Она говорит, да не, Нюркин хахаль. Он что, японец спрашивает? Да не, он с желтухой болел. Какая связь, я не знаю. Я говорю, а ещё что есть? Ещё салат из водорослей. Откуда водоросли? Из пруда местного. Суши с водорослями из местного пруда. Нормальное явление. Все рекорды побил ресторан, который называется в одной из очередных российских загогулин «Японская харчевня». Уже хорошо, да? Готовы дальше? Готовы? Знаете, как называется? Харя Крышны. Высшая степень разводилова. Вот эти фантазии, заманухи. А наши уж, если научатся пиару, то Запад за углом постоит у наших. Поездив по России, в разных меню я выписал следующее блюдо. Стейк. Все же знают, что такое стейк. Называется «Недорезанный буржуй». Фитнес-салат «Анка-пулемётчица». Даже неудобно просить, дайте мне «Анку-пулемётчицу». Кофе «Капучино» «Рота вперёд». Фитнес-салат «Улов Чапаева». Я не могу всерьёз это учить. «Глазунья Дракула». «Спагетти». «Спагетти». «Бабушкины останки». И детское кафе меня добило в одном городе. «Карпаччо». Для детей «Карпаччо». «Из поросячьих ушек с макушки наф-нафа». «С хреночком и чесночком». Садистик делал это. Знаете, как называется блюдо? «Невезучий фунтик». Ой, слушайте, а на Урале есть деревня, называется «Хохотуйка». И там кафе «Хохотуйка». И в меню у нас в кафе «Хохотуйка» особый набор чаёв с местными травами. У меня «Хохотуйка» началась. С травами. И в «Хохотуй» пошёл. Осталось только десерт «Психахоньки» ещё назвать. Одно обнадёживает. Многие люди уже понимают то, о чём я говорю. Во-первых, раз смеются, значит понимают, значит согласны. Раз. Смехом люди выражают согласие. Это первое. Второе. Я недавно видел картину и понял, что даже бомжи много из этого не едят. Я живу в Крылацком. В Крылацком есть лес, там пасутся бомжи. Ну, в хорошем смысле пасутся, не по траве. И вот два бомжа расположились на пеньке. Один вынул водку, а другой фанту. И тот, который вынул водку, говорит, я не буду фантой водку запивать, у меня печень больная. Вот, вот, вот для чего я это рассказываю. Чтоб люди отхахатывали эту проблему из себя. Ладно, молодёжь подсела на попкорн. Как я говорю, такое попкорнное поколение появилось. Но старики разводятся этим пиаром. Пенсионеры из-за пиара не доверяют больше отечественным лекарствам. Волокорди... Волокординоспирин. Хорошие лекарства. На Западе их поэтому нет, потому что они дешёвые и быстро лечат. На Западе надо, чтобы дорогие и долго лечили. И даже учёные говорят, такие лекарства, они, они должны цениться нами. Нет, даже пенсионерам подавать. Триметил, дебил, гидрат, гудрон, дегенерат, чтобы было. Вы, вот, я второй раз не произнесу. Вот то, что я сказал, попробуйте дать вашему коту. О, пробовали. Он, знаете, он обидится на вас. Обчихается, махнёт лапу и уйдёт из дому вообще навсегда. Отдайте нашему коту наш Волокордино. О, сколько народу уже знает эффект этот. Да он всю ночь будет вам пить шумелкомыш. Подмигивать начнёт. Лапой добавку попросит ещё. Хоть бы один задал вопрос. Почему мы наполняемся западными лекарствами, а болеем всё больше и больше? Да потому что лекарства на Западе делаются не для больных, для прибыли. Противопоказания почитайте к лекарствам, всё поймёте. Вы читали их когда-нибудь? Побочные эффекты. Замечательно. Удушья, сыпья, дышка, рвота, повышение температуры, лихорадка, аллергия, прыщи на зубах, ухудшение слуха, раздутие ноздрей, крошение ногтей, сворачивание ушей в трубочку. В редких случаях летальный исход. В редких. Ну, спасибо. Хоть на этом спасибо. Лучше из таких противопоказаний, которые я читал в своей жизни, в инструкции, это развитие атеросклероза. Вот это нормально. Принял лекарство и забыл, чем болен практически. У меня весной был кашель, когда кондиционеры стали включать. Часто так бывает, на кондиционеры кашель начинается. Приехал врач, выписал лекарство от кашля западное, всё. Развёл меня по полной программе. Врачи сейчас выписывают те лекарства, за которые им откат идёт. Но я не стал принимать. Я прочитал инструкцию. Там было написано. Я думаю, вы бы не стали принимать. Противопоказания. Готовы? Если в результате приёма этого лекарства... Готовы? У вас наступит беременность. Нет, я понимаю, что кашель пройдёт. Ну, знаете, я лучше с кашлем похожу, ладно? А ещё в одной инструкции мне прислали по почте. Это подарок был. Эффективность этого лекарства подтверждена патологоанатомическими исследованиями. Какой же мы лохотрон после этого? Объяснить нашему человеку, что когда ты живёшь по рекламе, ты уже лох изначально. Поедем отдыхать. Куда? Ницца, Каны, Монте-Карло. Пиар чистейшей воды. Есть гораздо лучшие места для отдыха. Но их не знают люди. У нас озёра есть прекрасные. Нет, давай Ниццу, Каны. Почему? Там отдохнуть невозможно. На пляже топчан, для пляжа, надо заказывать за день и платить 35 евро. Причём, ты ещё с этим топчаном места не найдёшь. Ты вот так ходить будешь полдня. Потом отвоюешь полметра, вот таких квадратных, похоронить тебя стоя. Возможно. Как там можно отдыхать? Там в море нельзя купаться. Там от моря пахнет парфюмом. Чайки разъелись на мусорниках так, что они не курлычут. Они мяукают там. Голуби обнаглели, не уступают дорогу. Голуби, от слова голубой. Они наглые, потому что чувствуют все свои вокруг. Действительно. Ну что, не мужик, то голубь. Ну что ты будешь делать? Причём, тоже пропиарили. Мне многих их жалко. Они бы с удовольствием женщинами были. Но сказали, надо вот так. И им противно, но модно надо. Как один голубь при мне другому говорил в Ницце. Ты чего, это не модно женщинами. Женщинами теперь мужики только в деревнях живут. Он говорит. Все отели, мест достать невозможно. Пропиарены пятизвёздочные. Сейчас новые появились, дизайнеровские отели. Такие, знаете, Армани, Булгари, Гуччи. Они считаются шестизвёздочными. Их сейчас пиарят. Ну, нас не удивишь шестью звёздами. У нас есть на Урале восьмизвёздочные, в принципе. Если бы туалет был в номере, вообще было бы 22 звезды. А я всё время под это разводилово попадаюсь. Я поэтому про это и рассказываю. Ну, хоть, может, другие не будут попадаться. Я попал в такой отель один. Дизайнеровский. Белые стены, белая мебель, белые потолки, занавески, бинты белые висят вот такие. Белые полы. Госпиталь в СССР. Ну, один к одному. Ну, сказали, что это модно, что это круто. И поехали туда. А к этому ещё даётся белый халат. И ещё, извините, белые тапочки. Это так, с намёком. Осталось только саван дать шестизвёздочный. В журнале, может, это и красиво выглядит. Но там жить нельзя. Там некуда бросить кроссовки. Я пришёл после Денниса, бросил кроссовки в своём номере. Я почувствовал себя таким чердачным котом, которому разрешили помочиться на персидский ковёр. У нас в Подмосковье есть дом для умалишённых. Белые столбы. Из него можно делать восьмизвёздочный отель совершенно спокойно. Нянечек сделает рум-сервисом вот этих садисток. И я пошутил сейчас, а зря. Вот ведь сделает кто-то. Мои шутки часто как советы воспринимаются. Иногда до парадокса доходят. Слушайте, четыре года назад я пошутил, что Юдашкину пришла пора пошить форму нашей армии. Я пошутил! Но кто-то слышал! И Юдашкин сейчас сшил для нашей армии одежду. Это будет самая гламурная армия в мире. Что ни солдат, то зверев. А наш самый дорогостоящий в России район с точки зрения земли Рублёвка, да ничего кроме пиара. Красиво звучит, понимаю, Барвиха-Хиллс, Рублёвка-Виллыч, Жуковка-Даунтаун. Жить там невозможно. Пробки такие, ничего не доедешь. Едешь как... Это не дорога, это сонная артерия атеросклеротического больного. Но пропиарили, и цена на землю у нас на Рублёвке, чтобы вы знали, выше, чем в самом дорогом районе мира, Беверли-Хиллс под Лос-Анджелесом. Знаете, почему в Лос-Анджелесе сейчас дешевле земля? Дальше от МКАД. Ну ладно, земля, еда, это всё жизнь туловища. Но нам душу отпиарили. Ведь кино. Есть достойные, серьёзные, отличные фильмы. Задушевные российские. Кука, Полумгла, Дневник его живны. О Друзьях Пушкина я видел недавно фильм 1814. Правда, обозначен в афише уже по-современному. Триллер о Пушкине и его друзьях. Которые сражаются с царскосельским маньяком. К сожалению, эти фильмы, как правило, мало кто смотрит. Потому что просто не знают, что они есть. Режиссёры, художники, не тургаши. У них нет денег на рекламу. А что смотрит сегодня большинство? То, что вдули рекламой. Сволочи, Груз-200, Антикиллер, Дозор-1, Дозор-2, Девятая Рвота. Кто-то правильно назвал Бондарчука. Гламурный десантник. Я в своём окружении никого, слава богу, не знаю, кому бы эти фильмы понравились. Наверняка такие и есть. Самый смешной фильм. Рекордное число зрителей. Но самое смешное в нём оказалось титры. Как же наши киношники прогибаются под западом. Сняли фильм вместе с американцами. Называется «Ведьма по повести Николая Гоголя». Заостряю ваше внимание. Николай Гоголь, автор. Анотация. Вот что написано в аннотации. Подчёркиваю, по повести Гоголя. Журналист Айвен Берков. Это Гоголь написал. Должен... Это надо всю фразу читать. Журналист Айвен Берков должен отслужить три ночных мессы по погибшей дочери шерифа. Бедный Николай Васильевич Гоголь. А когда-то за главную премию, между прочим, на американском фестивале, где вручают премии «Оскара», шла борьба. Молодёжь даже не может представиться между кабаре и крёстным отцом. А теперь что хочешь получить «Оскара»? Да сделай фильм, в котором главный герой – хромой, горбатый афроамериканец с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Докажи, что чёрные бывают голубыми. Дай название фильму, типа «Иди в задницу». «Оскар» обеспечен. Ещё продолжение будешь снимать. «Иди в задницу» – «Да», «Два», «Иди в задницу» – «Три». Наши тоже сейчас научились косить под запад. Скоро выйдет продолжение фильма «Сволочи». Будет называться «Сволочи 2». Потом третья серия «Твари», четвёртая «Гниды», пятая «Твари против гнид», шестая «Твари с гнидами против сволочей». И смех, и грех, правда. Жизнь души нашей, российской, попала под асфальтирующий каток западного пиара. Даже в театр стали ходить по рекламе, мнения уже нет ни у кого. Какие спектакли пиарят, которые сделаны не для души, для скандала. Не режиссёрами, торгашами. Все фирмы, которые делают эти спектакли, как называется? Фильм продакшн, театр продакшн, все продакшн. Я хочу создать фирму, будет называться «Задорнов создавакшн». Сколько я видел этих спектаклей, в которых тортюфы ездят на мотоциклах, фольстафы курят «Мальборо», «Клеопатры ходят голой с татуировкой на ягодицах «Спартак чемпион». Есть другие спектакли, о которых мало кто знает. Я на своём сайте открыл рубрику «Посмотрите, задорные советы». Кому интересно будет, так не навязываю своё мнение. И мне теперь молодые люди часто пишут, «Спасибо, что вы посоветовали куда сходить, что почитать». Оказывается, наш театр жив, российский. А мы-то думали, что всё, он умер. Правильно, потому что вы ходили по рекламе в театр. А что рекламируется? Вот новый спектакль «Ромео и Джульетта». Современная постановка. «Ромео и Джульетта» весь спектакль ходят голые, купаются в бассейне, прозрачный бассейн, и разговаривают друг с другом по телефону мобильному. В конце я не мог, я не выдержал. Я подошёл к режиссёру и решил приколоться. И спрашиваю, есть ли они всё время, говорили у тебя, по телефону мобильному. Скажи, почему перед тем, как покончить жить с самоубийством, Джульетта не позвонила Ромео? Логичный вопрос. Глазом не моргнул, он мне ответил. «Ромео был вне зоны». Спектакль «В Москве. Царевна-легушка» в скобках написано «триллер». «Красная шапочка. Акшн». О преступлении наказания, буду медленно, растяну удовольствие, буду говорить медленно. Преступление наказания. Достоевский. Увлекательный детектив, в котором скинхеду Раскольникову... Это не всё. Вот сейчас главный сюрприз. Не даёт покоя старушка-наложница. Я бы сбежал сразу со спектакля, когда старушку-наложницу увидел. Раскольников, видимо, её увидел, и ему покоя не даёт старушка. Книги, книги, гордость России стали покупать по рекламе. Уже не знают люди, что выбрать самостоятельно. А какие книги рекламируются? Не книги, чтиво, тёлки, дохлость или духлость, не помню. Есть книжка, я часто бываю в книжных и смотрю какие-то новинки. Прочитал, новинка, называется «Секс для чайников». Чё, ха-ха, у вас чайники есть? Понаблюдайте. Причём книжка с картинками, вот это вот мне нравится. Когда-то мы считались самой читающей страной в мире, теперь мы самая читающая Акунина страна в мире. Молодёжь иногда мне говорит, мы по Акунину познаём историю. Познавать историю по Акунину – это всё равно, что вкус курицы по бульонным кубикам. В стране будет праздноваться столетие со дня рождения моего отца, и мне очень приятно, что снова издаются его книги. Причём тут низкий поклон мой не только издательствам, а скорее даже читателям, у которых пробудился истинный, яркий интерес к нашей истории, к забытым страницам нашей истории. Много моих книг было издано за последнее время различными издательствами, и казалось бы, всё здорово и хорошо. Некоторые были изданы хуже, некоторые лучше, но что меня не устроит? Цена в магазине на мои книги. Ну, это не для моих читателей. И поэтому, я думаю, тоже принял правильное решение. Дать возможность скачивать людям. Во всяком случае, новые книги, которых нет в интернете, по-моему, точно будут интересны многим читателям. Да, к сожалению, нет такого закона, который бы запретил скачивать с фальшивых сайтов, с фальшивых задорновых, мои настоящие книги. Но, вот уж что точно, с моего сайта гарантирую, прежде всего, качество. Ну, и вот, для примера, там, вот этот журнал, это не журнал, это альмонавт, я главный его редактор. И этот альмонавт выходит в городе Омске. Команда классная над ним работает, настолько в нашей традиции, и живёт с уважением к своим предкам, да и к нашему настоящему, с надеждой на будущее, что они предложили мне выпускать такой журнал, называется «Оксюморон». «Оксюморон» это сочетаемое-несочетаемое, ну, например, название Романа Толстого «Живой труп», или «Горячий снег», или, ну, как я шучу в таких случаях, «Порядочный депутат», что тоже взаимоисключается. Стоит он с себестоимостью 400 рублей, вы представляете качество его. Продаётся он в Омске по 500 рублей, в интернете по 450 рублей. У меня можно скачать за 200 рублей. Более того, скачать можно с этими же картинками. И почему я хочу за это, чтобы люди присылали деньги? Да потому что эти деньги пойдут на съёмку нового фильма под названием «Вещи Олег». Продолжение фильма «Рюрик. Потерянный быт». Об этом вы можете посмотреть снятый материал у меня в Ютубе и в Бумстартере, где мы собираем деньги. И вот эти деньги, которые я получаю за свои книги, за скачивание книг, я все буду перечислять на производство этого фильма. Казалось бы, деньги небольшие, но там энергия ваша в этих деньгах, ваше желание отозваться светлым делом. Вот, довёл до вашего сведения. Более чем детективы, имеет успех теперь только медицинская литература. Такая, знаете, свёкла от геморроя, чудо голодания, радость плоскостопия, счастливое слабоумие. В книжном недавно, специально, чтобы порадовать зрителей, выписал некоторые книжки-бестселлеры. Сто известных женщин, которых хотел иметь каждый. Даже стыдно такую покупать. То есть ты как-то сразу, говорит, а, это вот хочет вот их иметь. Перед продавцами интеллигентными неудобно. Ещё книжка. Сборник лучших заборных надписей России. Кому это надо? Как на книжку-то набрали? Я три знаю надписи, и всё. И потом, для кого? Для того, кто пойдёт это писать всё? Почему это покупается? А детективы какие названия? Слепой снайпер? Многоразовая девственница? Пассивный некрофил. Я начал читать, я не выдержал. Первая строчка. Пассивный некрофил по кладбищу бродил. Всё, я закрыл сразу. Я сразу захлопнул. Чтоб не глючило во сне. Скажите, ну неужели мы такие беспомощные, не имеем своего мнения, что нам нужно обязательно в телеящик заглянуть? В России раскупили фигурные коньки только после этих телевизионных передач. А до этого никто не знал, что это красиво, что это здоровье, что это спортивно. Сейчас новая передача готовится. Звёзды-хирурги. Это что, скальпели раскупят, что ли? Когда появились первые передачи, я подумал. Потом забыл на какое-то время, а сейчас вспомнил в связи с последними выступлениями. Такой размышлизом. Вот ответьте мне на один вопрос. Почему в цирке со звёздами участвуют звёзды и мастера цирка? В танцах на льду участвуют звёзды и мастера фигурного катания. А в боксе звёзды со звёздами. Тоже надо с мастерами. Валуев и Моисеев. И ведь сделают. А Боря согласится. Это я точно говорю. Он как Валуеву увидит, выйдет на ринг и спиной повернётся. От страха! А не то, что вы подумали. Вообще, слушайте, такие пары можно составить. Кличко-Пенкин. Вот это улёт. Космос. Надгробная плита. Ой. Бедные дети. Какое ж детство пропиарил Запад нашему подрастающему поколению. Такое одискотеченное, опопсевшее поколение. Ночная жизнь. По ночным клубам. Ведь это известно. Кто ходит по ночным клубам, тот болеет. До того иммунитет падает. Я не говорю, что дискотеке плохо. Да танцевать замечательно. Но когда кажется, что в казино люди идут, только в казино идут с хорошим настроением. Потому что в казино выигрывает только хозяин казино. От пропиаренных низкочастотных ритмов, а это же специально сделано, молекулы воды из формы снежинок принимают форму подагрического сустава. Мы состоим на 80% из воды. То есть у нас подагра души. Извильный мозг превратились в трещины, в щели. Рабы. Правильно написал в контрольной работе по анатомии кто-то из наших сегодняшних подростков. Голова – это часть тела с ушами. Я недавно был в Диснейленде во французском. Идет парад персонажей, мультяшек диснеевских. Красотень такая вечером, во тьме, с огнями. Музыка веселая. И стоит рядышком пара. Там очень много русских из Сызрани. Женщина лет 40 и девочка лет 10. И она такая вот, мама, такая восторженная, говорит, смотри, дочка, красота какая. Она говорит, гей-парад веселее. Бедные наши детишки. У них родничок не затянулся. Им туда сыпется это все. Они же восприимчивы. Мои знакомые отослали свою девочку, дочку маленькую, в Ясли. Один день она там пробыла. И они навсегда забрали ее домой. Потому что она вернулась из Ясли. Играла на ночь с куклой, дочкой. И говорит кукле. И говорит кукле. Циц, шняга, а то рот зашью. Почему наши родители и дети не берут пример с Востока? На Востоке дети помогают родителям. Ночью спят. Они слушаются родителей. На Востоке не стесняются молодые люди своих народных песен. Ходить в народных костюмах. Я на одной из дискотек в Хабаровске прикололся. Меня туда позвали мои знакомые. Ну мне надоело это слушать. Бум-бум-бум-бум. Ну невозможно. Чакры слепаются все. И я пошел к диджею. А я же для него авторитет. И говорю, слушай, давай приколимся. Давайте. А ему самому надоело это все уже. У него самого мозг треснул уже. И я ему говорю, давай, у тебя барыня есть? Давай заведем барыню. Он говорит, есть суперобработка современного ансамбля. Он поставил барыню. Никто не ожидал, что произойдет. Зажгли так. Диджей в пляс спустился. Хозяева прибежали откуда-то сверху. Главный акционер стал из себя медведей изображать, которого плющит от экстази. Молодежь и не знает, что народная русская музыка заводит, сильнее зажигает, чем западная. В этот вечер молодые, одискотичные люди из чувства патриотизма даже марихуану стали называть Иванда Марья. Потом я еще Стеньку Разина включил. Диджея попросил. В современной обработке. Ну вообще зажгли так. Один там кореш представил себя Стенькой Разиной и бабу выбросил в окошко свое. Самая популярная мелодия в мире не иностранная, а русская калинка. Но это никто не знает. Скажите, кем станет наш молодой человек, который с детства ест попкорн, читает романы типа «Выстрел в гробу», смотрит вот эти спектакли. В Москве есть спектакль. Чтобы произнести это название этого спектакля, я должен несколько раз попросить вашего извинения. Но это документально. По сказке «Голый король» ремейк называется. Простите. «Сосущий вместе». Это название спектакля. Кем вырастет молодой человек, на которого это все свалится? Плюс еще, он попсу нашу слушает, то есть опопсел совсем. Со словами, вот слышу недавно, песня поется, слова «Это ж всерьез поется». «Если б ты знала, как я хочу тебя, думал один парень на уроке про себя». Вот такая песня. У молодежи один плюс. Они не слышат этого ничего. Их колбасит, и все. А это уровень грамотности. Как вам? «Девочка едет в столицу», песня. «Девочка едет в столицу», «Девочка едет жениться». Вообще, будь моя воля, я бы вот такой роман моего отца, писателя Николая Задорного, как «Амур-батюшка», честно говоря, преподавал бы в средних школах детям, чтобы они чувствовали, какой есть природный, я бы сказал, родниковый русский язык, совершенно не замусоренный сленгом или современными мусорными иностранными словами. Там один солист молодой из тамошней фабрики «Звезд», у них же ремейк с России, все. О, спел шедевр. «Подумаешь, ты не любишь меня, а ли я сам не можу». Очень простой вопрос. Почему все родное считается отстоем? Да потому что к этому нас приучил западный пиар. Это гипноз пиара. Я понимаю, молодому человеку хочется быть оригинальным, не как все, в результате все наоборот. Пирсинг у всех. Кто-то один сделал пирсинг аденоидов, все запирсинговали. Кто-то афрокосички на усах у всех. А одежда? Это ж как надо было загипнотизировать молодежь, чтобы во всем мире стали модными джинсы с ширинкой под коленкой. Он идет, у него вот это висит, вот это вот все, и он думает, что он красавец в этот момент. А у него картошку можно насыпать сюда. Ощущение, что он до туалета не добежал. Но раз так на западе, значит так надо. Бедные. Вообще, вот сегодня дизайнеры шьют одежду. Мое мнение. Разводил его полное, я вам должен сказать. Фере, Гуччи. Все это мы носили в советское время в ПТУ. Шесть рублей пятьдесят копеек форма стоила. И шов такого же качества был точняк. Я же в Милане бываю. Самый модный город в мире, куда ездят все звезды одеваться. Значит, я должен ездить. Я же тоже звезда. Но я хоть прикалываюсь. Я зашел в бутик Фере. Бутик это будка по-русски. Вот такая будка Фере на будке написана. Я туда зашел, надел на себя для прикола последний прикид Фере. Смотрю на себя в зеркало. Мастер-наладчик фрезерных станков. Дизеле строительного завода. Только карандаша за ухом не хватает вот здесь. А продавщица наша. Во всех самых дорогих будках мира дизайнеровских. Наши продавщицы. Почему? Да потому что разводить можно так наших пацанов и их, значит, половинок, как в мире никто не разводится. А наши ведь ни на одном языке не говорят. И поэтому надо, конечно, брать наших, кто по-русски говорит, как две наши тетки покупают в ювелирном магазине в Эмиратах бриллиант голубой большой. И говорят продавцу на английском. Они думают, что они на английском говорят. Про бриллиант голубой. И ты с цветной оркрашенный. У тебя действительно глаза как будто в сачок птеродактиль попал. А они думают, тихо сказали. И ты с цветной. Ну и наша продавщица стоит рядом со мной. Я вот в ферре. Говорю, карандаш дайте. А у нее чувство юмора стерлось, потому что она на Западе давно. Она дала мне карандаш, я вот так вот заснул. Она говорит, как вам это идет? И дальше ее фраза меня тронула до глубины души. Она говорит, если купите вот этот костюм, мы вам карандаш презентуем. Ой, ну спасибо тебе большое. Ну ладно, мужики, бог с ними. Но наши женщины бедные, как они попали под этот пиар и пытаются носить то, что носят модели на Западе? Модель – это не женщина, это модель женщины. Это извращение в фигуре. Это дизайнерам нравятся подростковые фигуры, у подростков, мальчиков. И поэтому они их пропиарили. А женщины надевают на себя то, что это невозможно. Наши русские женщины, они призваны рожать. Дородная женщина, дородов. У нее фигура другая. У нее плечи. Плечи. Рожать надо. Она не может это надеть, то, что носит модель. Грудь другая совершенно. Ну, модель, вы грудь модели видели вообще? Это двухкнопочный калькулятор. А наша два бивня. Куда ей топчик? Топчик. И прижимает, как будто она, у нее грудь под асфальтирующий каток попала. Мне топчик. А теперь не зончик. И вот надевает она это. Но не годится. Надень сарафан. Наш сарафан очень эротичен. На той же дискотеке я еще один эксперимент провел. Девчонку, знакомую там, дочку одного своего друга с косой завели. Не с этой косой, а вот с этой. Да все мужики прилипли к ней, между прочим. Потому что это интересно, это эротично. А когда наши надевают, дородные, надевают вот этот низунчик, вот эти джинсы. На себе не показывают, но вот. Телевидение снимите. Вот значит. Вот. А потом говорит, топчик можно посмотреть? Модели это нормально, что у нее копчик виден. Потому что у нее что хребет, что копчик, это одно и то же. Но когда наша вот это надень, а еще топчик здесь. Ну я дородный. То. И еще топчик. Вот. Охотничья колбаска. Вот видели когда-нибудь? Две ниточки такие вот перерезанные. Мне это идет? Конечно. Вы так сексуально выглядите. Ой. И еще джинсы заужены книзу. Ну не идут нашим женщинам заужены книзу джинсы. Это для модели нормально. А наша наденет заужены, потом сапоги такие итальянские. Коза с копытами в натуре. И вот такая идет передо мной. Здесь перетянута. На Крещатике я иду. Передо мной иду. А это украинская деваха. А украинские еще дородни русских. Потому что они на сале выросли. Они сейчас, кстати, с Францией задружились. Будут выращивать лягушачье сало. И вот, значит, это на лягушачьем сале идет вот тут вот то, что я нарисовал. Вот две ниточки. А тут спасательный круг. Брось воду, не потонет. Ой. И еще на ягодицах татуировка. Вот это меня добило. Бабочка. А она идет вот так вот. И бабочка агонизирует. Летит. А вот теперь я хочу прочитать то, что должен знать каждый. Причем прочитать хочу всерьез. В какой-то степени ответ на те вопросы, которые я поставил вот в начале. Статья, вернее, отрывок из статьи. 1946 год. Кончилась война. Автор ее Алан Даллас. Алан Даллас позже стал директором ЦРУ. И вот это, к сожалению, у нас не было напечатано никогда. Я хочу, чтобы по телевидению это показали. Вот что он пишет. Мы, то есть США, незаметно подменим российские ценности на фальшивые. Заставим их в эти ценности поверить. Мы найдем своих единомышленников и помощников в самой России. Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия гибели самого непокорного на земле народа. Из литературы и искусства мы постепенно вытравим социальную сущность. Литература, кино, театр все будет изображать и прославлять самые низменные человеческие чувства. Сознание, культ, секс обобьем, садизма, насилие, предательство, пьянство, наркоманию, животный страх, национализм и вражду. Все попунктно сделали. Будем это культивировать и лишь немногие будут догадываться, понимать, что происходит. Но таких людей мы поставим в беспомощное положение, превратив в посмешище. Вот такая статья. И они действовали планомерно. А мы под это попались. Даже в образование наше благодаря пиару закралась западная реформа. Мне учителя говорят, на тесты правильно отвечают в России только самые плоскомыслящие ученики. То есть, дебилы по-русски. А многополярно-мыслящие дети не знают, как отвечать на западные тесты. Многие дети сегодня в результате даже не могут ответить на вопрос, что тяжелее, два грамма легких наркотиков или один грамм тяжелых. Мальчишка в школе на просьбу учительницы нарисовать собаку нарисовал собака.ру. Я слышал разговор двух подростков. Послушай, один говорит, на дискотеке, с тобой даже поговорить не о чем. Ты читал Достоевского? Да, читал. Ну вот, а я не читал. О чем нам с тобой разговаривать? Мне присылают отрывки из сочинения учителя. Боже мой, бедные дети. Одна написала. Население... Что с грамотностью? Население Земли семь с половинов, миллиардов человеков. Еще цитаты из сочинения другого. Честь. Это такая сущность, бледущаяся русскими романтиками 19 века. «Война и мир» великое произведение. Это не какой-то там хухры-мухры, а очень даже значимое ого-го. Афродиту древние греки называли кретиной в честь острова Крита. Отелло был молодым афроамериканцем, Дон Кихот имел свою девушку по наслышке. Вот так. Гамлет берет череп Йорика и начинает его массировать. Пушкин все слышит невооруженным ухом. Русский... 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 Вот это... Это тоже медленно надо... Русский защищали Сталинград, неоднократно отдавая свои жизни. Потому что Сталинград так назван был в честь Ленина. Способное поколение, но отформатированное, которое вдолбили в рамошное мышление. Троянская война разгорелась между греками и консерваторами. Греки выиграли, потому что консерваторы сражались пешими, а у греков были деревянные кони. Все в башке перемешалось. Ну, а это шедевр шедевров. Парнишкин написал в сочинении «Галкин попал под струю Киркорова». Когда мы принимаем западную реформу образования, я вспоминаю диалог из одной своей миниатюры. Давнишней. Миниатюра забылась, а диалог жив. Два человека разговаривают, один другого подходит, один человек подходит к другому, спрашивает, скажите, пожалуйста, тут стадо баранов не проходило. А ты спрашиваешь, а вы что, отстали? Но лично мне, знаете, что обиднее всего? Что пропиарили не только попкорн, не только образование, не только попсуй дискотеки, пропиарили нам другую историю. И мы поверили в то, что мы, как я говорю, молодосущий народ. То есть вот пришел Рюрик, и мы стали народом. А до этого мы, русские славяне, вообще висели на ветках в обнимку с медведями пьяными, на похмелье ловили кабанов за копыта. И еще говорят, Рюрик был шведом. Рюрик не был шведом во ферах никогда. Он был внуком новгородского князя славянского, гостомысла. Почему он не был шведом? Очень легкое доказательство. Швеции не было в то время. Шведы еще даже на ветках не висели. А Россию в то время, и это известно из исторических источников летописных европейских, называли страной гордариков, городов. Города стояли по России, но об этом никто не знает ничего, потому что нам преподнесли другую кастрированную историю. Нам говорят, что вы не мылись, вы были дикарями. Как не мылись? У нас чумы не было в России, потому что бани были, а в Европе бани не было. Был такой знаменитый князь Ярослав Мудрый на Руси, а в это время все короли Европы мечтали с чистыми славянскими девушками заключить брак. И вот король французский добился руки дочери Ярослава Мудрого. Она поехала туда, вышла замуж и из Парижа пишет папе. Из Парижа. Папа, ты куда меня послал? Все графья не моются и воняют, как смердящие поросята. Это я вам документальное письмо зачитываю. Нам этого не рассказывают. Нам рассказывают, что это вы были грязные, это вы были никчемные. Так вот, в Европе не мылись, веками не мылись. Они поэтому шелк надевали и любили шелк, потому что вши соскальзывают с шелка. Как по-английски? Они мылись только, когда вши появлялись. Поэтому по-английски мыться вошь. Конечно, мне ученые говорят, это фантазии, так историю переврать невозможно. Ну, это очень просто, почему так получилось. Да, наша история основана на летописи, которую написал Нестор. Нестор кем был? Вы вспомните, киевляниным, украинцем. Вы сейчас закрозите украинцам историю Москвы. Вы понимаете, что они напишут? Нет? Если они уже говорят, что Ной был украинцем, который... Поэтому из чувства скаридности каждый тварь по паре набрал, о которых не взял, понадкусывал. У них уже и Адам был украинцем, и Ева по Черниговым родилась, а змей был москалем. Они сейчас такую интересную реформу на Украине провели. Так, боковуху дам небольшую. Они решили отказываться от всех, и от русских, и от иностранных слов. Такой патриотизм, такую ноту дали серьезную. И, например, стоматолог, иностранное слово, они решили, ну, по-украински говорит, ротознавец. Эксгумация, у них труповыкоп. Я не могу, мне смешно. Электрокардиограмма, ой, заряда шокозапис. Азофил тварелюб. Украина вступит в Евросоюз, кстати, ей придется соблюдать нормы западной политкорректности. За слова хохол москаль будут судить. Поэтому население Украины разделится корректно и вежливо на еврославян и укрославян. Еврославяне это с Европой, в НАТО, а укрославяне те, которые будут газ воровать в России. Ну, у них же главное, я говорил, предприятие, которое занимается газом на Украине, так и называется Укргаз. У них все Укр, Укр, золото. То, что я говорю, на Руси многие люди знали. Люди, которые знали правду. Таким был Ломоносов. Заметьте, мы знаем Ломоносова, но мы не знаем, что он написал, потому что его книги не издаются по этому. Он даже на ученом совете, это было во времена Екатерины Великой, он подрался с немцем, ученым, который записывал тогда историю и редактировал историю Руси. Есть даже такая версия, что Ломоносова отравили. Я не знаю, может быть, это неправда, я не ручаюсь за эти слова, но то, что история наша отредактирована немцами и людьми западными, это факт. Вообще, я должен признаться, я никогда этого раньше не говорил, но я заинтересовался историей благодаря романам отца. Мне, наверное, было еще 10 лет, когда я прочитал его такой романтический, исторический роман Капитан Невельской. Герой его романов это люди с честью и достоинством, а главное, отец описывал в романах такие события, о которых не принято было говорить и о которых вкратце упоминалось в энциклопедии. Англичане сделать из Камчатки колонию. Это было во время Севастопольской войны. Севастополь они взяли, три страны на один город навалились, вообще вы представляете, конечно, они взяли, но они хотели еще сделать колониями Дальний Восток, который позже стал нашим, а уже казаки были на Камчатке нашей. Пришла эскадра английская, горстка податых казаков вломила так англичанам, да просто с похмелья настроение было плохое. А тут как раз англичане пришли. А наш человек всегда к подвигу готов, с любого похмелья. Они совершили подвиг, англичане никогда больше не совались на Дальний Восток. А наши решили поставить город от англичан, владеющий Востоком, Владивосток. Ничего этого неизвестно. Это все неизвестно в истории. Эта битва на Камчатке вычеркнута из всех исторических энциклопедий на Западе. Суворов. Все знают, кто это. Но никто не знает, что он сделал. Какие бои у него были, какие битвы, какие победы. Ни одного сражения Суворов не проиграл. А все это спасло Европу от Османской империи. И Европа не хочет, чтобы это знали. Поэтому ничего, только одно знаем. Суворов с армии на попе съехал с Альпы. Вот больше нам ничего не знаем. И такая же история с Иваном Грозным. Иван Грозный, такое ощущение, что он вообще только детей ел с утра до вечера. Расскажу правду. Иван Грозный в его время было казнено по его указу 4 тысячи человек. 4 тысячи человек. Много, мало. Каждый пускай судит сам. Тоже, конечно, не подарок. Но! Для сравнения. В это время в Париже Карл IX Варфоломеевская ночь 40 тысяч человек казнено в одну ночь. И никто на Западе Карла IX Грозным не называет. Славя надо называть агрессивными. Потому что это самый непокорный на земле народ. И поэтому Запад пиарить умеет. Вся Европа в каких памятниках? Понтификам, этим папам римским. Это не папы, это паханы конкретные. Это что не римский папа, то Сталин мелкий хулиган по сравнению с ним. Но это все в памятниках. Все знают, что Юлий Цезарь делал много дел одновременно. Ну и что? Да по сравнению с нашим водителем маршрутки. Юлий Цезарь был лох. Чтобы не быть голословным, чтобы иметь право, вот это все говорит со сцены, я ездил на раскопки. Более, наверное, 20 мест уже, где ведутся раскопки по России и где откопаны такие древности. Поселения, города, которым пять тысяч лет до нашей эры, древнее египетских пирамид. Я не буду конкретно на этом останавливаться, но заслуживает внимания другая версия. Не то, что человек пришел в Европу из Африки, как теперь говорят, или это тоже. Россия была пустая, она заселилась с юга. Вы вообще, вы представляете человека, который бы с юга поехал на Таймыр? Вообще. Нет, торговец поедет торговать, а вот так, ни с того, ни с того, египтянин поедет на Ямал. Ну его в Кащенко по дороге отвезут. Он до Ямала не доедет. И мы в это поверили. Есть чудная русская пословица. Держи голову в холоде, ноги в тепле. И это оказалось не просто так. Как наши предки это все понимали? Оказалось, когда голова в холоде, мозг густеет, а кровь разжижается. А человек, чтобы быть здоровым и развиваться хорошо, должен иметь густой мозг и жидкую кровь. На юге все наоборот. Густая кровь и жидкий мозг. И поэтому обезьяна на юге не могла стать человеком. Во-первых, зачем? Какие перспективы? У обезьян на юге и так баунти сплошной, она в шоколаде там. А завезите стайку обезьян на Таймыр. Если выживут, людьми станут. Вот зуб дает. А еще, учитывая условия жизни на Таймыре, нашими людьми станут, чтобы вы знали. Есть гипотеза, что разумная жизнь на севере началась. На севере теперечной Аляски, на севере России. Это гипотеза. Но тому много логических подтверждений. Более того, само слово север по-русски означает сё-вера. Конечно, ученые это слышать не могут. Естественно, они меня обзывают там, они говорят, что вы такое говорите, что вы людям, так сказать, неправду говорите. Но уже не умещается то, что известно археологам в рамошное мышление сегодняшних ученых. Гордон послал меня на свою передачу. Он вообще взбесился от моей теории, потому что Гордон с юга. Намёк поняли. И они не могут перенести, что у славян было прошлое. И вот он таких же позвал людей со мной спорить. Я не отвечал. Я учился у Маяковского спорить. Не в том смысле, что я помню Маяковского. Нет, я, конечно, не молод, но не до такой степени. У меня пластическая операция. Мне винокур давал кожу на щёки. И поверили, судя по всему. А знаете, когда Маяковский спорил с кем-то, на Маяковского очень кричали. Он хотел что-то сказать и не мог перекричать. И тогда Маяковский поступил мудро. Он стал говорить шёпотом. И все затихли, чтобы его послушать. Это, вот я и применил такую тактику на этой передаче. Я шёл специально. Я знал, что Гордон строит скандал. А раз скандал, то многие люди узнают то, о чём я хочу сказать. Правда, очень много вырезали. И когда там учёные начали меня оскорблять, я сказал одну фразу. Они мне говорят, вы любитель, вы ничего не понимаете. А я им сказал одну фразу, вырезали. Ну, я горжусь ей. Я говорю, между прочим, за любителями сейчас время, понимаете? Не за учёными. Любитель, чтобы вы знали, построил ковчег. А учёные построили Титаник. Сейчас время, когда всё человечество может превратиться в единый Титаник. Потому что учёные говорят, мы там порабощаем природу. Я не говорю, что надо обратно в прошлое. Я говорю, что в прошлом было много того, что сегодня потеряно. Потеряно, потому что наши предки жили на природе, уважая природу. А сегодня уважение потеряно. Учёные хвастаются. Мы побеждаем природу. Мы не можем победить природу. Мы часть природы. Часть не может победить целое. Вот это всё было вырезано. А я задавал ещё учёным вопросы. И они не смогли ответить на эти вопросы. Вопросы, ответы на которые я узнал у простых людей. Я вообще считаю, простые люди сегодня в России мудрее учёных. Простой человек от слова по-ра стоящий, по свету стоящий. А тусовка от слова английского тусин означает поиск случайных половых связей. И когда видишь их лица, веришь. Так и есть на самом деле. Так вот, простые люди мне рассказывали то, чего никто не мог раньше рассказать. Скажите, вот я задавал учёным вопрос. Ответьте мне на такой вопрос. Вот вопрос, который я сейчас задам, в зале практически никто толком мне не ответит на это. Более того, сейчас многие поймут, насколько нас отформатировать. Не только нас, всё человечество практически. декабрь, 12-й месяц, а называется дека, 10-й. А октябрь, окто, 8-й. А септа, сентябрь, 7-й. Правильно, не 1-й марта. Не 1-й, но ход мысли правильный. Дело в том, что это римский календарь. Да, римский. И мне учёный правильно сказал, это римский календарь. Правильно. А я говорю, откуда слово календарь? Он говорит, от слова календо. Календо – слово латинское. Правильно. А что означает? Никто не знает. Правильно, потому что в словаре написано в латинском языке слово не имеет этимологии. Это наше слово. Календарь каляды дар. Календарь от слова Бог наш, каляда, который следил за правильным движением солнца по небосводу. И календарь в Рим пришёл от наших предков. Но назывались месяцы образно Сечень, Лютень, Серпень. Образно в зависимости от того, как природа жила в этот момент. Распускались берёзовые почки или урожай собирали Серпом. Серпень. Пришли к римлянам. Римляне взяли наш календарь. Но! Римляне – торговцы. Им пофиг дым наш Серпень. Им надо воевать и отнимать. И они уже перешли на цифровое мышление. И они назвали первый, второй, третий, четвёртый. Потом некоторые месяцы назвали именем богов Юнона. Юнона – наша богиня. Юная она. А у них все боги наши. Просто неправильно произнесены. Нептун. У нас был бог болот. Непотонь. Зевс – это живо. Ну, это долго. Я могу долго это рассказывать. Так же американцы не знают, откуда название штатов у них. Да, арии пришли и назвали штаты на древнем языке наших предков. Невада – нет воды. Аризона – зона Ареф. Ну, и у индейцев есть предание об этом. И потом получилось так, что, когда пришло христианство, а Новый год вы знаете, что вы празднуете? Никто не знает. Разве можно нажираться в ночь, не зная ради чего? Вот отформатировали, да? Надо напиться. Причем напиться так, чтобы весь год опохмеляться после этого. Если вы узнаете, что такое Новый год, вы не будете напиваться. Это противоречит смыслу. Наш Новый год был правильно, кто-то крикнул в марте. Почему? Да потому что наши предки жили в согласии с природой. Почему Новый год должен быть в марте? 23 марта, 22, там немножко смещается. День становится длиннее ночи. То есть один, вот в одно число, там 22 марта, допустим, день равен ночи. А потом день длиннее. Свет побеждает тьму. Тьма покровительствует бесам. Ангелы побеждают бесов. И это Новый год. А почему Пасха каждый год по-разному празднуется? Это что, Иисус по-разному воскрешал все время? Ну, это древний праздник наших предков. Назывался Велик День. Да потому что после Нового года Луна покровительствует бесам, старая, держит бесовщину. Должна луна уйти прежде. И тогда наступит свет настоящий с точки зрения энергии космической. Но праздновать можно в воскресенье. Поэтому в воскресенье после того, как уйдет старая Луна, после Нового года вообще потеряны знания. Но эти знания природные. Римлянам это не надо было. А когда пришло христианство, вообще перенесло на два месяца вперед. Почему? Вот теперь что вы празднуете? Это День Обрезания Иисуса. Это не повод нажираться ночью. Это святой день. Пойди в баню, помолись. Хочешь, сделай обрезание себе на утро, но не пей, не нажирайся. Это грех в этот ночь. Вот так нас отформатировали. Вообще, мне с юности родители старались объяснить, что история России зачастую гораздо интереснее, чем ее преподносят нам в учебниках и чем написано в энциклопедии. И вот в этом смысле я, конечно, благодарен отцу, который написал, например, историческую серию романов о том, как Россия подружилась с Японией. Об этом никто даже сегодня не знает. Хотя мне казалось, что когда вопрос такой спорный о северных территориях, романы отца могли бы помочь здорово решению этого вопроса. Слава Богу, пришел Петр Первый и сделал нас цивилизованными. Петр Первый, чтобы вы знали, не такая великая личность. Во времена Петра Первого население России уменьшилось на две трети. Образно говоря, первый комитет государственной безопасности создал Петр Первый. У него борода не росла, он комплексовал, что он на женщину похож. Вы видели его портреты? Поэтому он просил создавать о нем легенды, как о мужике достойном таком. Он нас пытался подложить под Голландию. Он окно не нам прорубил Европу, а Европе в Россию прорубил окно. И он казнил наш календарь. В 1700 году он ввел календарь римский, а по нашему славянскому календарю нам было 7208 лет. И эта дата до сих пор есть при входе в церкви в Сербии, в Черногории. Вот зайдете иногда в церковь туда, посмотрите, наверху написано церковь создана 7893 года от сотворения мира. Что такое сотворение мира, кому будет интересно, все это вы найдете. Я не могу так долго в юмористическом концерте вас в такой напряженке держать. Все эти вопросы Петр, ну еще чуть-чуть, меня переполняют знания. Петр казнил азбуку нашу. У нас было 144 буквы до Петра. Владимир Красный Солнышко первую кастрацию азбуку провел. Кирилл с Мефодием вторую. Ну, а Красное Солнышко знаете почему, Владимир? А он пил сегодня, у него рожа красная была. Просто это все изменилось. А Петр сократил нашу азбуку. Азбука имеет, и наша азбука превратилась в алфавит. Потом советская власть казнила несколько букв. А что это значит? Вот из нашей азбуки наших предков все алфавиты мира вышли. А доказательство только логичное. Смысл есть только в нашей азбуке. Каждой букве соответствует слово. И этого нет ни в одном языке мира. У них А, Б, В, Г, Д, ну, если нашими словами по-нашенски говорить, а у нас азбуки ведаю глаголю добро. Добро есть жизнь. И так все буквы, целое послание нам из прошлого, чтобы мы прочитали, как жить надо. Это убрали. А наши буквы, они имеют сакральный смысл. В мире этого нет. Л вот это мужчина, это женщина. Они соприкасаются на верхнем уровне. Это любовь. И этого нет в других языках. У них Л вот. То есть мужик вообще без бабы. они перепутали буквы, когда уходили с нашей территории. Что такое мужчина, мужчина и женщина на верхнем уровне и на нижнем еще. Вот. Дом. Д буква. Это первое жилище в форме пирамиды. А если мужчина и женщина соприкасаются на верхнем уровне еще на половом, это А. Со звуком А ребенок приходит из космоса. Это во всех наших буквах есть сакральный, тайный, природоведический смысл. Все уничтожено. Вы знаете, одно из самых неприличных слов наших. Его пишут на заборах. Это не случайно. Как наши предки вообще это могли знать, что буква Х это форма Х-хромосомы? Буква У Игрик хромосома. Я уж не буду говорить, что такое икраткое. Икраткое это мужик, баба, и он тянется вот так вот. Ну, кто понял и понял. Не важно. Расшифровывать я не буду. А сверху это взрывная энергетическая волна. Вот это. Это рождение новой жизни. Это мантра. Вот почему на заборах пишут вот то, что я сказал, а не член. Потому что вот последнее слово, оно не восхищает. Оно не энергичное. И до сих пор идет борьба с нашей азвукой. Сейчас хотят выбросить букву ЙО. Самая сильная буква. ЙО. Выбросят. Опять силы лишат. Там был священник. Нет. Священник нельзя его называть в передаче Гордона. Я отвлекся от передачи Гордона. Вообще Гордон и низкий поклон. Я никогда не думал, что Гордон будет просветителем славянской темы. Он такой с канал закатил, что всем теперь интересно чего. То есть низкий ему поклон, поклон Гордон, рифмуется. А там был поп. Это не священник. Священник от слова святой. Святой от слова свет. А поп от другого слова. Совершенно. Не, 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 не то, что вы подумали. Я другое имел в виду. Что такое поп? Поп это память отцов предавшей. То есть так называли торгашей, которые не имеют права торговать при вере состоя. А это был типичный поп. Такой он на трех шоу я его видел до этого. Поп ходит по шоу. Я ему все сказал, что думал. Я говорю, вы не поп, вы поп-звезда. Ну, естественно, это вырезали. Естественно, этого не было. Но вот мне опять говорят, так историю, как ты рассказываешь, переврать невозможно. Возможно, друзья мои, 50, немногим более 50 лет прошло с окончания Второй мировой войны. Вы посмотрите, что делается. Вы посмотрите, как сегодня относятся к нам. Даже сейчас создано три мифа о славянах. Первое, что они пьяницы. И мы поверили в это. И мы доказываем, что это так. На самом деле, вы с французами общались, они пьют в день больше славян. Значительно. Но они в течение суток пьют. А наш человек не может в течение суток пить. У него еще буква ЙО в алфавите есть. Он так не может. Он с утра как вмажет и валяется в канаве. А француз в канаве не валяется. У него канавы нет. Вот и все. Это разница по этому. Второй миф, что славяне агрессивны. Да нет. Ну, простой пример. Наша футбольная несколько раз сборная в последнее время выигрывала. Люди выходили на улицы. Ни одного происшествия не было. Разве возможно такое в Англии или в Голландии? Да там разобьют витрины, перевернут машины. У нас было то, чего не может быть в мире. Пьяные водители наливали гаишникам. Нас развели, мы поверили. Ни одной мировой войны не развязала Россия за свою историю. Ни одной колонии не было у России. Одна была Аляска и ту быстро сдали, чтобы не кормить. Рабов русские не перевозили. У них не было рабов никогда. Крестовыми походами под именем Иисуса Христа не ходили на другие страны. Наоборот, вмазали так крестоносным, что они перестали существовать. Где вмазали? На Чудском озере. Они в латах пошли на лед. Тупые конкретные тупые. Да много можно. Атомные бомбы никогда мы не скидывали ни на кого. Это мы агрессивные. Англичане нас называют агрессивными. Англичане гордятся своим богатством. Все богатство англичан вывезено из Индии, из Китая. Они индусов расстреливали из пушек, привязывали и ядро разрывало грудь. Разве наши люди когда-нибудь что-нибудь подобное делали? Да никогда этого не было. У нас есть свои индейцы, удыгейцы, нанайцы, коряки. К ним приходили наши священники. Никогда мечом и кровью не навязывали свои веры и не уничтожали их, как это произошло в Америке. Говорили нанайцу, хочешь быть Василием, будь им. Не хочешь, будешь Федором. Все. Но весь мир сегодня верит, что русские агрессивны и слава богу, нехорошо так говорить. Но вот этот конфликт с Грузией показал, что мои размышления правильные. я скажу вам, что вот мне говорит этот латыш, говорит, вы русские агрессивные. Я говорю, почему? Вы напали на шведов под Полтавой. Нормально? У меня был один вопрос. Как они там оказались? Ты знаешь вообще? Их кто туда звал? А немцы мне говорят, молодые говорят, вы русские неадекватно повели себя под Сталинградом. Неадекватно. А как мы должны были сначала валенки выдать? Такую жесть прочитаю. Наблюдая за последними лицемерными событиями, которые произошли в мире, я подумал, интересно, а как бы современная западная пресса освещала вторжение фашистской Германии в СССР? Но это жесть, предупреждаю. 22 июня Гитлер начал защиту Германии от советской агрессии. Русские непропорционально применяли силу гитлеровцам и даже стреляли из пистолета в танки. Угрожающий засну в ночь на 22-е русские нагло спровоцировали немцев на бомбардировки жилых кварталов. Вообще вот это лицемерие западное поразительно. Шварценеггер вы знаете бодидибилдинг он губернатор Калифорнии. Запрещено в Калифорнии детям в школах писать в сочинениях слова мама и папа. Это оскорбляет людей состоящих в однополом браке. Мама с папой слова оскорбляют. Как вам это нравится? Бомбить Ирак политкорректно совершенно. Гей-парад проводить политкорректно. А мама папа некорректно. Я думаю что во-первых я думаю так Шварценеггер должен посмотреть внимательно на свою фамилию. Шварценеггер Шварц это черный черный негр это дважды не политкорректно. Ты сначала свою фамилию поменяй между прочим. Там кстати сейчас разрешат браки между юристами и и мужчина может ребенка грудью кормить в крайнем смысле. В связи с новыми принятыми на западе нормами политкорректности чтобы вы знали в мире больше армии не будет. Все. Будут миротворческие силы. Миротворческие танки миротворческие крылатые ракеты миротворческие с миротворческими ядерными зарядами естественно. Ну бомбардировщики конечно миротворческие они будут бомбить во имя умиротворения. Появятся миротворцы террористы миротворцы смертники будут ну а в связи с новой миротворческой доктриной битву на Куликовом поле будут называть так принуждение к миру татар-монголов на Куликовском поле. Ой кстати после операции принуждения к миру Россия планирует для Грузии новую операцию принуждение к сожительству. Знаете действительно вот опять-таки говорят да все это невозможно все это выдумки действительно прошло ведь совсем немного лет после мировой войны а вы посмотрите японцы молодые думают что это Советский Союз скинул бомбы атомные так проходит в учебниках американцы вообще не знают что русские воевали с Гитлером они думают что это они с бейсбольными битами высадились высадились в Нормандию и погнали фашистов из Нормандии более того а эстонцы латыши эстонцы написали песню ну это дивно песня и они поют хором как мы эстонцы как мы догоняли и били русских догоняли вот это мне нравится вот они догоняли видимо мы ползли а они бежали судя по всему в Эстонии появились эстонские скороговорки называются тормозилки кстати недавно выяснилось что Эстония тоже помогла военной силой Грузии она в августе месяце послала в Грузию взвод арбалетчиков это стало известно вчера потому что они добрались до Тбилиси я не могу вот так сказать вот эти страны достали европейские развитые страны они все время подбивают санкции применить к России вот эти их 6 стран Польша Украина Литва Эстония Грузия и да ну кого-то кто-то еще неважно в общем а Латвия конечно родную забыл вот их 6 стран они образовали сейчас клуб Большая Шестерка а в ужасе от того что они хотят кто в ужасе в ужасе Германии и Франции потому что они с Россией уже воевали конечно они отнекиваются вообще я вам скажу свою точку зрения мир стал деградировать с точки зрения разума когда попал под торгашей вот в этот пиар все это разводилово устроили я не говорю что торгашей не должно быть должны но они должны следовать законам творческого человека они не хотят поэтому когда советский союз рухнул что первое снесли памятник рабочему колхозницы потому что это люди творческие что такое рабочие это чудное слово ра свет бог бог а что такое крестьянин крест янь инь это святые профессии снесли поставьте современный памятник на этом месте банкируй торговки пускай он стоит с векселем или с ваучером она с клетчатой сумкой из Турции нормальный памятник будет причем у этого памятника был сакральный смысл серп и молот имеет тайный смысл серп помимо того первого смысла который мы все знаем серп еще являлся символом мусульманского полумесяца а молот христианского креста поэтому когда эти два знака вместе вражды между великими конфессиями не было стоило снять этот герб и тут же случился карабах ну молодежь вообще не знает о чем я говорю серп и молот они думают что это вообще тайный знак наркоманов это коси и забивай и мир попал под торгашей идеалы торговцев стали для вот все подчинились идеалам торгашей врачи даже врачи ощущение что многие клятву Гиппократа не давали никогда кстати хотят расширить клятву Гиппократа сейчас чтобы не нарушали ее в больницах теперь больных нет клиенты причем за такие деньги которые эти клиенты платят врачи у них такие болезни находят которых нет даже в медицинской энциклопедии мастит левой пятки грыжу среднего уха воспаление верхнего века третьего глаза ой одной клиентке врач написал прикололся видимо написал одной бизнес-леди в истории болезни межбедренная зависимость из врачей самые разведуны это стоматологи вот эти ратознавцы вот эти как в одной поликлинике стоматологически было написано кто вырвет у нас два зуба третий бесплатно бо один мой знакомый приехал из Израиля в Москву и пошел к стоматологу в дорогих часах я ему говорил купи дешевые часы возьми у бомжа костюм у какого-нибудь нет пошел в прикиде врач как увидел говорит я вам в рот поставлю такое вообще что ни у кого во рту не стоит вообще даже не мерседес это бентли будет и действительно по цене бентли но что это было зубы на присосках сигнализации но это еще что этот разведун еще втюхать сумел ему 3 банки элитного порошка для чистки зубов несколько литров раствора для промывания зубов после чистки порошком промывочную машину которую будет промывать этим раствором мазь от аллергии которая выступает на теле после применения раствора крем от покраснения после мази от аллергии лосьон от посинения после крема от покраснения Страховку на случай, если кто-то зубы угонит все-таки И талон к психиатру, если страховку не дадут все-таки Но действительно священники многие те стали попами Монастырь, вход в монастырь, киоск называется Как же это было обидно видеть, называется икон-шоп Там написано, имеется в продаже плащаница спасителя Торопитесь, осталось три штуки Освещают за бабки все сегодня, джакузи освещают Я не знаю, где молитвы берут для джакузи Из какой старины выкапывают Плазменные панели освещают, да, греховные А кто осветит на больше, чем на какую-то сумму Там, я не знаю, комплимент от владыки Караоке с молитвами И молитвы старые приспосабливают под крутые вещи Для БМВ, оказалось, годится молитва для освещения полноприводной колесницы Для Мерседеса та молитва, которая для Мерина подходит Ко мне заходит вагон поп Я выезжаю из Киева в Россию Это не поп, это попяра У него, у него ряса, как парус от финсервинга Вот такой вот И он пытается меня развести А я смотрю, у него вот тут вот На пальцах татуировка Вот тут вот Ну, кто в теме, знает, что это означает В теме И хоть кто-то Приличный зал, совсем немного людей в теме И я ему говорю Батюшка, это чё у тебя такое? Мгновенно ответил Все апостолы, сын мой, сидели То есть Позорят православную веру Вообще во все религии прорвался в пиар И в восточные На Рублевском шоссе Там богатенькие живут Они нашим попам уже не доверяют Попы их не устраивают Там теперь ламы агитируют Вообще в мире Чтоб вы знали, шутка ли В мире Один Далай-Лама Один На Рублевском шоссе 14 Значит Это не важно, что это учителя физкультуры из Бурятии Это не имеет значения Богатые Обворовывают бедных Бедные разводят богатых Такая гармония наступила Наконец О которой Ленин мечтал Межклассовая Я понимаю, почему заманухи На эти Лам Заманухи Лам Клюнули богатенькие Да потому что попы отстали Нашим олигархам обещают За их бабки Обустроить загробную жизнь А ламы Следующую жизнь Причем с этими же бабками Но надо за перевод Заплатить ламе Он договорится Нанотехнологии остроили Ой Да Осветляет ауру Собирают остатки нимба Из осколков Мне так нравится Предсказывают прошлое Вот это мне нравится Всем рассказывают одно и то же Александр Македонский Юлию Цесарь Ну не скажешь, что была лошадью Пржевальского В прошлой жизни Но как они разводят западных людей У тех же образования нет Одному америкосу Такой вот мудрец На Тибете Я его видел Он говорит, что ему 650 лет Врет 380, не больше Он америкосу сказал Что тот был в прошлой жизни Шерлоком Холмсом Нормально? Это все равно, что русскому сказать Что он был в прошлой жизни Евгением Онегином Но тот поверил Спросил, какие отношения с Ватсоном были Правда это все Что о нас говорят Ой Одному америкосу Вот такой же мудряк Мудрец Мудрец Вдул Вдул Бейсбольную биту Которой играл Будда Но надо отдать должное нашим попам Не сдаются Вообще Это ж Это ж Как надо было деградировать человечеству Чтоб без феншуя Не сообразить Что кондиционер Нельзя вешать над унитазом Нет, только бабки заплатил Он тебе сказал Тогда поверил Сам не мог до этого дойти Попы не сдаются Тоже осваивают Нанотехнологию Да Нанотехнологии осваивают Интернет освещают Ой, как мне это нравится Антиспамовая молитва Да светится имя твое И расширение твое Неисповедимы пути господни С диска на диск С Такие провайдеры Слова Божьего Специальные деньги Святого назначили Исидора Покровителя компьютера Мониторов и мышек В храмах рассказывают Какие звезды к ним ходят молиться Ой, когда мне батюшка сказал К нам Таня Буланова ходит И вы знаете Она так изменилась Недавно Таня Буланова На сцене Замироточила Одна звезда решила Перед шоу креститься Приехал батюшка С купелью За кулисы Нормально Купель для поп-звезды Со стразами Крестил ее Она на сцену Он ей говорит С Богом Она говорит К черту батюшка Мир Мир превратился В необъятнейший Лохотрон В разводилово Участки на Луне И ведь люди покупают Вы объясните мне Зачем тебе Участок на Луне Сколько фирм Уже называют Себя Мун Риэлтор А две из них Две из них Внимание Продают участки на Луне С солнечной стороны В интернете Два одинаковых Участка по площади На Луне Один 50 долларов Другой 300 Задаю вопрос Почему такая разница Ответ Тот участок Что дороже Ближе к морю К какому К Балтийскому Или к Средиземному Слушайте Ведь кто-то ловится Ведь если бы никто Не ловился Этого бы не было Ой А потом мне еще говорили Что там супермаркет Откроется через 200 лет И что он мне понравится Этот супермаркет Рядом с этим Рядом с этим участком Я восхищаюсь Нашими людьми Восхищаюсь Какая фантазия На 500 миллионеров Теперь И миллиардеров Замораживают На 500 лет И на 1000 И ведь кто-то идет на это Причем С гарантией Вот это меня Меня восхищает Что люди гарантию дают Через 500 лет Мы вас Разморозим Вот это Гарантия нашей фирмы А если не разморозим Вернем деньги Неразмороженному А тот полный отморозок Будет после этого Ой А за хорошие деньги Теперь можно себе Звезду купить в небе Да Чтоб твоим именем назвали Это громко сказано Звезда На самом деле Метеориты Ошметки комет Такая космическая шушваль Ну ты же не скажешь Мы вашу честь Решили назвать Осколок Ошметка метеорита Поэтому Там все Это звезды Звезда Басков Звезда Галкин Звезда Пугачева Они все Теперь еще спорят У кого больше Вот этот ошметок Размером Оказалось У шоколадного зайца Самый большой Летит в сторону земли Предвещает Вот кто бы мог подумать Что конец света Наступит от шоколадного зайца Это У меня кстати тоже есть звезда Да Меня развели В лихие 90-е годы Я даже приехал в обсерваторию И говорю Покажите звезду Которую Они говорят Ой Ваша звезда улетела Из нашей системы Вернется через 500 лет Ждать будете Я говорю Да не Хочется Но не буду Дела есть еще Покажите хотя бы запись Что это действительно так Показали Зря я это попросил В какой-то амбарной книге Записано Звезда в честь Задорного Артикул Зад 48-21 Нет пока народ Так придумывает Разводить богатеньких Народ жив Жив Курилка Бывший певец Блатника За немалые деньги Раздает бизнесменам Титулы Ордена Медали Да Сертификаты Сертификаты Выдает Подтверждающий Подлин Ну а что Просят Ну ради бога Представляете У нас теперь Князь Абрамович есть Великий князь Березовский Половина банкиров Дворяне Графы Их жены Графини Дети Графинчики А на фигуры Жен Смотришь Это не графини Это графские Развалины Одному финансисту Вообще Вдули Медаль За скромность При пожаре Причем там Разблюдовка Есть на титулы У кого не хватает Денег на русского Князя На графа Могут стать Князем болгарским Там Вот болгарский Перец такой Уругвайским Принцем Вообще Ничего не стоит Так Примерно Столько же Сколько удостоверения Почетного Железнодорожника России Все наши звезды Попались на это дело Все титулованные Ой Теперь надо обращаться Согласно титулу К Киркору Ваше Два метра Высочество К Витосу Ваше Высокоголосейшество К Тимати Ваше Хип-хоп Понтып-понтейшество Ну сокращенно Понтифик К Сергею Безрукову Надо обращаться О господи Это А многие Купили себе Теперь приставки Д Там Фон Теперь Дэ Харатьян Дэ Шура Дебилан И в газете Жизнь Надо соответствующие Заметки писать Баронесса Катя фон Лельберг И барон Фон Дэ Целштейн Или Вот Я тоже Восхищен У тебя Басков 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 бегал Но в евро. И программа работает. На Дальнем Востоке провели недавно опрос. Как вы относитесь к китайцам? 30% населения ответило хорошо, остальные 70% холесё. Навалились на бедных богатых народные целители, колдуны, ведьмаки, волшебники, магии теперь. Белая, чёрная, высшая, деревенская, любовная, сексуальная, реальная. То есть эти нереальные все были. Вербальная, салонная, вип-магия, пси-магия есть. Я не знаю, это психи лечат, наверное. Бизнес-магия, магия древних цивилизаций. Там слоган такой, мы сделаем из вас мумию. То есть вы не будете стареть, имеется в виду. Ну не дай бог, что я выглядеть так же. Ещё одно объявление в газете. Я волшебница Лада. Мгновенно избавлю вас от любой соперницы. Ты не волшебница, ты киллерша. После этого. Какое замечательное объявление было в газете. Снимаю, запятая, порчу. Вот это широкоформатное разводило. Включились ведьмаки, маги, колдуны всерегионального. Это такой поголовный дерибан. Как приворожить мужчину. Супер. Подходит как для приворота свободных, так и состоящих в браке. Уже безнравственно. Итак, внимание. Вначале взять лист бумаги, написать имя, воз... Записывайте сейчас аккуратно. Кому надо. Записать имя, возраст, цвет волос, глаз, рост. Вот. Дальше. Лучше всего любимого нарисовать. Я тут первый раз хохотнул. Я представил, как наши рисуют. Нарисовала и разлюбила в этот момент. Дальше. Здесь учтено. Если вы не умеете рисовать, вот, не волнуйтесь. Рисуйте таким, как вы его представляете. Вот так вот. Ну, если уж совсем не получилось. Потрясающе. Надо достать его фотографию. А ты сразу не могла сказать это? Я тут мучилась, рисовала. Вот этого урода. Фотографию, оказывается, надо достать. И сжечь ее на блюдечке. А дальше? Записывайте. Это не все. Сжечь на блюдечке? Пепел. Записывайте. Собрать в ладонь левой руки и водить пеплом по часовой стрелке себе по темечку, произнося его имя с 8 вечера до 12 ночи. Да я... Да я бы кончился на месте, если б я этим занимался. По темечку пеплом себе водить. Это не все еще. Там дальше в 12 часов, когда перестали по темечку водить. Готовы? Надо высунуться в окошко и сдуть пепел с темечкой. Как вы сдуете пепел с темечкой? Вы можете мне объяснить? Я что, вентилятор, что ли, у меня? Я Карлсон? И дальше. Тогда только пепел попадет в банк космической информации. О, лапши-вешене. Дальше. Это не все. Записывайте. Есть ли фотографию? Мне нравятся эти «если». Вам не удастся достать? Можно положить письмо на блюдечко. Вместо письма даже можно положить его личную вещь. Скажем, галстук, трусы, пиджак, туфли. Это... Это какого размера блюдечко должно быть? Или он гном? И сжечь. После чего повторить предыдущую операцию. Но лучше всего сжечь предмет его обожания. То есть жену просто взять и сжечь. Если не удастся, даст... Все время «если». Я боюсь вам дальше говорить. Надо выломать из веника два прутика и сложить их так, чтобы они стали похожи на вашего любимого. Это что у тебя за любимый, которого можно сложить из двух прутиков, выломав их из веника. Но и это еще не все. Потом ночью подойти к порогу любимого с прутиками. А если учесть, что наши влюбляются в олигархов... Вот я хочу на этот процесс посмотреть. Как разговор с секьюрити будет протекать? Она с прутиками. Он говорит, вы куда? К порогу. А это кто? Это мой любимый. Конечно, секьюрити пропустит. Просто у нее инфаркт будет, он упадет, она пройдет. И положить прутики под половичок. У олигархов же везде половичок. Из сусального золота. Обязательно. Да. Если этого не удастся сделать все время. Прутики надо положить себе под половик. Ты сразу не могла это сказать. Пригласить предмет завораживания в гости. И заставить его три минуты вытирать ноги. Половичок. А ну три ноги. Подожди, еще время не стекло. Вот дурнота. Потом, потом. Зависываете. Посадить его за стол. И начать кормить. Заранее подготовить веник. И смести потом со стола за ним все крошки. Хороший у тебя любимый, который крошками пошел. За все стороны. Причем это еще он накрошил не слабо. Развейником со стола упирать. А дальше, дальше. Если он ест аккуратно. Ну вот такой вот попался. Вот недотепа. Вот аккуратно ест. Готовы? Точно готовы? Надо его напугать. Чтобы он рассыпал еду. Нормально? Вау! И а ты с веником уже на готове стоит. И в конце подобный способ. Написано. Привораживает. На 300 процентов. Это как? Это еще два друга привораживаются, что ли? И приписка и вовсе неприличная. Опять должен принести свои извинения. Написано. Даю гарантия. И в скобках. Прошу прощения. Даже презерватив не дает стопроцентной гарантии. А я даю. Я все время думал. Кто может быть бессовестнее, чем вот эти все вместе взятые, о которых я только что говорил? Кто может быть? Вот есть, есть, есть такое племя у нас, которое бессовестнее даже политиков. Это строители. Ощущение, что им совесть ампутируют еще при рождении. Как это визом. При входе в одно строительное управление было просто написано. Мы кладем на совесть. В какой строительный бутик не зайдешь, все элитное, эксклюзивное, вип, виппендрешь. Это такой строительный бутик. Захожу. Элитные окна. Элитные пленки на окна. Как окна могут быть элитные? Как пленки на окна могут быть элитные? Они что, девственные? Вип-двери из редких сортов тропического дерева. Редкий... Подорвался на этом деле. Редкие сорта тропического дерева — это гипсокартон из Армении. Смейтесь, смейтесь. Может, хоть вас не разведут. Я на всем этом попадался. В строительном магазине. Вот это единственная надпись, которую я читал. Вот все правда. Это было объявление. Двери, вагонка, мебель, тире. Все липа. С самых высот в деле пиара достигли итальянцы. Италия — это бренд сегодня. Люди ходят по мебельным магазинам, спрашивают, у вас мебель из Италии есть? Никто даже не задумывается, что эта мебель разваливается. Из армянского гипсокардона она сделана под Варшавой. Это итальянцы — это отгламуренные кавказцы. Я тоже попался. Кондиционер купил итальянский. Как лето он течет. Критические дни у него начинаются. Я вызвал мастера. Он говорит, жара на улице. Я говорю, так зимой не будет течь? Нет. Ну слава богу. А те же вип-двери, как вам нравится написано, итальянские эксклюзивные двери. Только для России. То есть только для наших лохов. Суперглазок. Обзор 320 градусов. Это как? Он чё, ещё за угол заглядывает? Красивые слова. Слова разводки. Элитный. Вип. Эксклюзивный. Элитные холодильники. Это для кого? Это такое лошара. Просыпается утром, думает, а у меня элитный холодильник. Пойду посижу в нём. Может, тоже элитой стану. Элитные квартиры. Элитные квартиры для элитных лохов. В этих элитных квартирах дует из элитных окон. И такая элитная вип-слышимость, что когда в квартире снизу ночью кто-то чихает, в квартире над вами элитный сосед ему отвечает, чтоб ты сдох. У меня есть один знакомый, элитный такой пацан. Он на участке, естественно, на Рублёвском шоссе, вырыл себе пруд для крутяка. Пруд размером с этот зал. И он туда завёз яхту. Вот так. Яхта тоже такого же размера. То есть ездить туда-сюда она не может. А качаться может. Он таджиков нанял. Которые волну запускают. Таджики. Вот. И девчонок зазывает ночью. Пойдём на яхте кататься. Конечно. А ночью не видно. Они же не видят, что яхта ни туда, ни сюда. А таджик-менеджмент старается в этот момент. Развели его по полной программе. Он однажды приехал. Ну, что надо со всеми богатыми делать. Смотрит. У него на берегу пруда глубочайший колодец. А на дне колодца прожектор. А он говорит, что это такое? А ему таджик-менеджмент говорит. Это по чертежам. Перевернул, говорит. Это маяк. Но ещё есть одно племя, которое даже строителям фору даст. Женщины милые, сейчас будет для вас материал. Это косметические салоны. Россия – это такой край непуганных косметологов. Читаешь рекламы салонов – поражаешься. Выдумки. И тому, что кто-то в это верит. Массаж коленными чашечками мощей святого пафнутия. Массаж камнями из почек Будды. Лечение диабетом и чанием тибетских коров. Увлажнение сухой кожи отрыжкой красноухих макак. В одном салоне мужикам коза лижет лысиной языком, чтобы волосы выросли. Чё ха-ха, святая коза. В другом салоне этот непилинг, а как его? Эпиляцию. Делают золотые китайские рыбки. Бизнес-леди помещают в аквариум, и рыбки золотые хавают волосы. Вот это вот. Я не знаю, что с рыбками происходит после этого. Они одноразовые, или им клизмы ставят. Но говорят, кайф необычайный. Вместо того, чтобы этот махнодральник употреблять. Эпилятор. Извините, я не это сказал. Страна непуганных косметологов. Ой, вы так сексуально после нашего крема выглядите, свои 68. В газете попалась опечатка. Ну такой точняк. Салон красоты. Вот эта красота спасет мир. В рекламе одного из салонов мы восстанавливаем имидж деловой женщины после корпоративной вечеринки. Супер. В другом наращиваем клетки головного мозга. Осталось еще флешку сделать. Отверстие для флешки в голове сделать. В третьем салоне. Вот это. Я бы первое место дал вот за эту рекламу. Мы можем изменить ваше лицо на 180 градусов. Это как? Это вообще мордоворот должен быть, чтобы это все сделать. Ну а это просто такой садизм. Как массаж бамбуковыми палками по меридианам жизненно важных органов. 90 минут. Это каким садистом надо быть? И ведь верят, верят наши бизнес-леди. И жирным диетологам верят. И прыщавым косметологам. Ко мне подходит косметолог. Видите лицо? Я ничего не делаю. Оно чистое. Он весь в прыщах. Весь. Он мне говорит, я хочу вам помочь. Я говорю, как он хочет? Хочу предложить новый эксклюзивный крем из вытяжки семени занзибарских зебр, которые массайские жрецы используют в первую брачную ночь. Я один вопрос ему задал. Сам пользуешься? Он говорит, да. Я говорю, ага. И ты хочешь, чтобы я такой же стал, как и ты? Одна моя знакомая бизнес-леди такая. Я обожаю про бизнес-ледей рассказывать. Это такая второй свежести. Жена бизнесмена в запасе решила омолодиться. Вот я и говорил, перестань жрать на ночь для начала. Нет, это невозможно. На ночь как положено, бутерброды, запивает мизимом. Полный набор. Лицо натянуло так. Вот как будто... А, она... Не лицо, это пятка. Это... Это собственная посмертная маска. И она не шевелит ни одной мышцы лица. Как будто здесь святая муха сидит. Вот так вот. Ее не дай бог сдуть. То есть лицо натянуло так, что ее не узнает судьба. Такая... И врачи ее предупредили не смеяться. А то разойдутся швы. А в компаниях анекдоты рассказывает. Она... Фантомас жалкий клоун по сравнению с ней. Ее мужа кто-то спросил, ты че, че твоя так натянулась? Он гениально ответил. Чтобы ее лицо не перекашивало, когда она желает подругам счастья. Самая выразительная у нее часть лица губа. Скажите, почему наши накачивают губы? Ну зачем нашим это надо? У наших поцелуйчатые губы. В отличие от юристки-англичанки. Которые действительно борются за эмансипацию. Они в суд подают на мужчин, которые на них смотрят с интересом. Наша подаст в суд, если посмотрел, не предложил ничего. Тогда... Поэтому у наших нормальные... Не, накачают по пиару. Охой. Плацдарм для комаров. Вот это вот. Посадочная полоса для навозных мух такая. Губа не дура. Это у Зверева, кстати. Кстати, знаете, почему же Зверев никак не женится? Он не может найти женщину красивее себя. А груди? Зачем нашим накачивать груди силиконом? Я уже говорил. Ну ладно, это юристки-англичанки. Она за эмансипацию борется, у нее стерлось это. А у наших и так две молочных фермы. Она еще накачает силиконом. В теннис играет, груди по щекам хлещут ее. Я когда эту картину вижу, я вспоминаю, как мы с папой надували резиновую бабу. Да, лодку, лодку, лодку. Нет, лодку. Кошмар. Прошу, в телевидении не вырезать. Когда оговорка, тогда правда обычная. Я не про себя сейчас. И идет такая по улице, разукрашенная в фирме, такая, такая вблизи, страшно, вот как будто тебе на 20 сантиметров поднесли картину Матисса. Вот так вот. Вся в фирме, Ферре, Гу... Такая самка бабуина в Гуччи, такая шаровая молния шоппинга. Русский самогон с легким ароматом Шанели. Как поэт сказала, такой, ты прекрасна, спроса нет. Одна из таких часто любивых женщин выдала фразу, которую я не мог не записать. Такая членистонога впалая модель сказала, мне муж так часто изменяет, что я не знаю, от кого у нас дети. Ой, как вы заразительно смеетесь. У нас не просто талантливый народ, запредельно талантливый. Вот рекламный щит перед одним из салонов. У нас в салоне работает сауна, каждый 11 час бесплатно. Ну вы этот уровень жадности представляете, человек, который 10 часов моется за бабки, чтобы один час на халяву помыться. А продуктовый универмаг, ну это супер, написано, супер предложение, способный народ. Купи 4 бутылки водки славянская и получи скворечник в подарок. Объявление в газете продам котят, забавный полосатый от разумной матери и предприимчивого отца. Нас не отформатирует западный пиар, бесполезно. Мы не отцифруемся никогда. Мы мыслим образами. Иордания просит милостынь какой-то человек, и я чувствую, что он тут наш. Такую фразу другой бы не придумал на английском языке. Наш оказался. Ну это же гениально. Но никому на Западе так не придет на ум просить милостынь. Мы мусульмане правоверные, это уже... Подайте Христа ради бедному грузину. У нас несколько оберегов. Чувство юмора. И знаете, вот эти раздолбизмы, это оберег наш, правда. Это значит, мы в формат не умещаемся. На бизнес-магазине ремонт обуви. Обращаться в аптечный киоск рядом с мясным отделом книжного магазина. Как это можно отцифровать? Как можно отформатировать человека, который написал вот это объявление? Продается пианино Элегия Б.У. На крышке небольшая трещина от топора. А в зоопарке медведи алкогольными напитками не поит. В скобках. Он старый. Это единственная причина, по которой нельзя поить медведя. Объявление на станции на перроне в Подмосковье. Граждане, это только нашим надо. Не пытайтесь преградить путь товарному составу. Ой, нет. Ну нельзя отформатировать этот народ, который еще так хохочет, да еще на ночь. Так, проверяем, сколько у вас сил осталось. Объявление, которое висит в городе Кириши, на входе в местную дискотеку. Объявление на дверях. Дискотеки в пьяном и в нетрезвом виде. Вот это мне нравится. Да, это разница. Запрещено следующее. Вход, въезд, вполз, взлет, влет. Телепортация. А вообще, вот так вот, заканчивая тему, заканчивая тему вот этого пиара, я должен вам сказать, что более всего вспоминается рекламная листовка похоронного бюро. Вот кто живет по пиару, ему это очень подходит. Вы поместитесь в наш гробик без диет и робик. Я, действительно, вот когда так хохочет, я думаю, не, пиар нас не одолеет. Не, это невозможно. Чувство юмора, раздолбизмы нас спасут. Поэтому заканчивать вот этот моноспектакль я могу словами пиара. Вместо до свидания, будьте здоровы, смс, гламур, ё-моё, окей.